Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в тринадцатый выпуск четвёртого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск начал с того, что закрыл квест для прапора «Рожки для мороженого», затем на заводе в теле посыльного нашёл и вынес письмо, закрыв квесты «Почтальон Печкин», часть первая и вторая, а для механика закрыл квест «Садоводство», часть первая, починив две панели на заводе. Выпуск поддержали финансово Налоговик, Антон, Макар, Амир, Олоунт, Нейси, Иван, Шейкер, Трэп Эдвайсер, Старый, Асламов Артём, Дарк Солджер, Тошич, Квенки и Мойса. Спасибо большое, ребята, за крепкую поддержку и доброе слово. Будьте здоровы! Привет, Тверь! Предметы быстро изучаю, нажимая на среднюю кнопку мыши, она же колёсико. Верхняя солда, привет! В Турции я, потому что тут тёплая погода, приветливый народ и море в 10 минутах от дома. Нижнекамск, привет! Беларусь, привет! Монетизация в Турции, как и в Казахстане, работает, но из-за того, что зрители в основном из России в месяц выходят около 100-120 долларов. Москва, привет, Краснодар, привет, Тошич, поправляйся! Давыдовка, привет! И привет, Михайловск! Благодарю ещё раз за поддержку. Всем приятного просмотра! Начнём сегодня с того, что я пойду на бережок. Во-первых, я хочу сделать кучу квестов. Во-вторых, чё-то за дикого рейды как-то наскучили народу, я так понял, да? У меня есть дейлик на берегу выжить в дислокации. Это раз, а по текущим задачам у меня... Что там у меня есть конкретно к берегу привязанное? Сигнал, часть первая. Найти два источника сигнала на берегу. Собрал тут РПК, который... Ну как собрал? Я тут просто прицел поставил. Этот фонарик глушило, трофейный где-то лежал у меня там, тактическую рукоятку. Это за награду мне там выдали этот РПК, он ни к силу, ни к городу туда лежит, и продавать как бы жалко. Ну и прогуляемся с пушкой глушённой. Пойдём на бережок за ЧВК, можно будет вечерком, в принципе, долго шататься не собираюсь. Если получится, попутно ещё и постараемся найти печатную плату, флешку. Ну это если повезёт, конечно. Основная задача это просто найти самые источники сигнала для механика. Здравствуйте. Блин, за санаторием появился. Ну, значит, что мы делаем? Значит, мы в первую очередь забираем флешку здесь в тайнике и идём в западку. Что тут ещё придумывать, выдумывать, да? Всё и так уже понятно, всё и так расписано. Всё как положено. Бронежилет у меня не тяжёлый, как раз достаточно для того, чтобы не было перегруза. А перегруз, походу, что будет уже, да? Нет? Нормально. Вот теперь перегруз. Бам! Нет перегруза. Всё, зашибись отсюда, значит, это куда-нибудь... Да и пусть тут лежит, в общем-то. Нормально! Я в тальмоскоп нашёл в тайнике. Хорошая альтернатива флешке, конечно. Неплохо было бы её вынести с галкой, но... Мне и такая сойдёт, честно говоря. Потому что она нужна будет мне не только по квесту, но ещё и... Для улучшения убежища. А, мне, значит, надо сначала в этот самый же... На чупик? Куда я попёрся? У меня же там источник сигнала. Или растянем давай это удовольствие? Я не хочу, я тут через всю карту зигзагами... Карта огромная. Туда-сюда, вот эта вот беготня. Давай здесь, потом там. И потом попробуем на Норвенском выйти просто. А мы даже вот так сделаем, пожалуй. Вот так вот. Есть война, но не про нас, в соседнем корпусе. А там... Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем! Дикий бежит. Тебе больше всех надо, что ли? Вон он, вон он! О, живой! Ну, ладно. И побежал в другую степь. На пофиг. Да некогда мне. Квеста, чё я как сделаю, если сдохну? Вот он, первый источник сигнала. Вот эти антенны. Есть. Подо мной кто-то лазает, слышу прям. О'кей. Окей. А, возможно, это тот дикий и поднялся, который матерился, да? Ой, тоже он ошибся. Ещё мне иже надо. Ну, в общем, что-то в этом духе. Теперь незаметно чешем... В сторону чупика. Ох, как было бы хорошо, если б я на чупа-чупся ещё сделал то, что надо было сделать. Вот так вот. И на Норгенском бы работал выход, чтобы мне не пришлось бегать туда-сюда. Не столько мне в напряг бегать туда-сюда, сколько... Вам потом смотреть не особо-то интересно. Бегать не уеду. Ну, это про меня. Смотри, а, ноги выбил, зараза такой. Эй, а я чё, таблетки никакие не взял, что ли? Вот я чудо тоже. Вдрёный корень. Ну, единственный вариант пришиваться. Блин, а я почему-то думал, что я взял чё-то какую-то эту самую таблетку. А, одну таблетку я же съел. И опять мне ногу в чёрную дали. Сейчас с той стороны придёт, да, тип? Да, идти-то, твою мать. Весело тут у вас на бережку, речи нет. Прогулялся я так нормально, мне не понравилось. Ну да, два стрелка было. 9, 5, 5, 8, 5, 5, 1. Это один калибр М62. Трассер это уже другой, короче, помню, стрелял. Трассер из стороны Лэп. С-под чубика стреляли. Не исключено, кстати, что это, возможно, и боссы стреляли. Всё, я готов, в принципе, выдвигаться. Только мне вот интересно теперь. Мне надо в одном рейде всё это дело сделать. Или мне снова придётся возвращаться туда, на западку, чтобы посмотреть. Да, мне надо источники сигнала в одном рейде проверять. Ух, это будет сложно. И я появился. Ну, в принципе, недалеко от чубика. Недалеко от чубика. Не особо люблю берег, за его кривые вот эти спауны. Но открытый. Прям поверхности площади. Очень большие перебежки. Очень много. Тихонь по кустам. Страйк мне нужны. Тут появился на карте. Чик, голову высунул. Ага, в оптику. Засунул в голову. Или в оптику в голову засунул. Ага, уже видишь соседние спауны. Ну вот, пожалуйста. Что и даже не требовалось доказывать. Я вообще не знаю, как тут на берегу. Вот что тут делать? Тут чисто ночью ходить, что ли, или что? Я вот такое вот себе придумал чудо-юдо. Из того, что было, как говорится. Ну, дешманский такой варик. Прикупил. Надо этот. Я не знаю, что делать надо. Пойдем за ЧВК на бережок. На бережок. Может быть, ночью пойти? А, молнал я это. Хотя, ладно, пофиг. Давай еще раз днем сходим. Потом уже будем ночью ходить, короче. А то я что-то смотрю. Днем тут вообще не вариант куда-то туда-сюда ходить. Ну, что поделаешь. Вот такая вот наша жизнь нелегкая. А если быть точным, мне нелегкая, а короткая. Такая вот жизнь короткая в Таркове. Нормально. Так. Кто я? Где я? А, вон как. Ну, очень уж близкие спауны тут. Ладно, в принципе, пойдем. Туда под эту не буду подставляться под антенну. Подставлюсь под эту сторону. Тогда мы на чупик заберемся не по сопке, которой обычная, да? А вон там, где тяжелый подъем, там ребята мне подсказали, как более комфортабельно можно подниматься. Камень в кустах. Надеюсь, не стреляет. Мало ли. Некратность не меняется, нифига. Будет весело. В общем, вот здесь я еле как забежал, а оказывается, надо не по прямой вот здесь подниматься, как по старинке. А вот по левому краю, вдоль камушка прям. Он бодрее гораздо забегает. Мой видал? Чик. И дома. Нормально. Боссы, я пришел. Расчехляй волыны, пацаны. Да нет никого. Ха! Так и думал. Есть! Что там? Что за щерева? Не-не-не. Подожди. Я еще не готов с тобой общаться. Подожди, я флешку заберу. Ого, полный сейф, мистер. Флешка, прикинь. А тут печатная плата лежит, да? Ну и че? Как жить теперь с этим? Флешка найдена. Ладно, буду продерживаться своего плана. Который, если я там напридумывал. А, вон он он. Подожди. Домой. Тут офтальмоскоп лежит, да? По классике. Вау. Ну, картотеки я уже не буду смотреть. Тем более, что стрельнул разок. Вот это можем взять. Емелья. Здрасте, Настя. Где был, когда тебя не было? Нормально. В принципе. Пока все идет по плану. Значит, педалим дальше к западному крылу этого, Норвенского. Ой, как его фамилия? Лазурного. Ну, смотрим крышу. Ну, идем домой. Ой. 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 Шуманем. Я попал по нему разок. Друган, братан, за него в прягу кинет и все, хана мне, да? Блин, где перебежать? На этой стороне или? Нет, там видишь, что там снайперам могут быть в этом гряде. И там, которые смотрят эту заправку, да? Все, что происходит в восточном корпусе меня не интересует. Мне нужен только западный. И то по краюшку там можно подняться на крышу, просочиться. И все. Тоже особо геройствовать не буду. Ой, по-моему. Ты засранец! Всем рассказал, что Диса идет с этой стороны. Ну, зато диких постреляли, чё. Опыт какой-никакой. Во, кто-то интересовался, где бумажник взял. Вот где я взял бумажник. Диковые бумажники попадаются. Ладно, тут мы попялились. Вжух и валить отсюда, по идее. О, кто-то там балдеет уже. Слышно, да? По стеклу шпилит. Блин, вот пока там замес, мне бы пох... Да давай, открывайся, ну. У меня бы по-хорошему просочиться бы по шурику туда и обратно. Тафай, тафай. Вперед. Блин, да близко, ёлки-палки. Первый этаж просто, лёля. Пацаны, я свой. Вот если бы засчиталось первый раз, когда я пришёл сюда, то, что я её обнаружил, эту антенну, я бы уже бежал домой волосы назад. Изогнутый гордо. А тут... Вон оно чё, Михалыч. Усталось нормально так давить на персонажа. Спокойно выходим. Спокойно же договорились. Блин, на первом этаже, зараза, вот так неудобно. Всё, убежал по своим делам. Ой, правильно. Значит, я пойду тоже на выход. На выход, пожалуй, пойду в сторону. Он вернулся, что ли? Блин, у меня в спину дышащий ЧВК вообще не в цвет. По-моему, я слышу какие-то шаги. Или у меня глючит уже. Ладно, тогда на грузовике, товарищи, мы обойдём. Какая тут открытая местность, а, слушай. Вот таким макаром, вот такой тропинкой я и пойду, пожалуй, на выход вдоль забора по нуботропке. Получится так. Это должно получиться. БАЗВЕНИЕ БАЗВЕНИЕ пока тепленький по морю что тут у него опачки продать сможем хорошо это переходничок на r15 но выглядит все хорошо аллилуйя аллилуйя около 16 минут без 4 секунд занял у меня рейд хороший получился рейд все прошло прям как по нотам все как по плану пошел туда запланировал пришел все забрал еще и флешку нашел но во первых мы можем закрыть себе дейлик выжить на локации берег необходимо было бам здесь еще чуть-чуть лояльности капнет это хорошо вкусно что на флешке квест наконец-то я закрываю сколько ходил за дикого за чвк искал нигде не мог найти а тут попутно получилось выполнить я так и думал в принципе что так выйдет золотые понты теперь квест он выдает отправляет на таможню для того чтобы я забрал бензиновую зажигалку в общагах и заложил ее во времянке в трейлерном парке сигнал часть 1 для механика тоже закрываем обнаружили два источника сигнала и выжили на локацию берег сигнал часть 2 я тут же выдает и кое-каких предметов по моему мне не хватает цепку три штуки имеем батареи аккумуляторные имеем печатные платы три штуки не имеем лучше фон и 3 имеем очень классно свой человек квест также выдает здесь нужно третий уровень лояльности с прапором запускаем генератор закупил я необходимые предметы для варки печатных плат две штуки через полчаса у меня будет готовая еще через полчаса мы сможем запустить еще две и как раз мы два квеста можем закрыть в принципе за сегодня тем временем у меня лыжник стал теперь второго уровня лояльности теперь я могу себе позволить прокачивать оборот денежный только при помощи покупки у него евро то есть не обязательно будет ему невыгодно кстати продавать кое-какие предметы которые я нахожу в рейде давай попробуем закрыть квест оружейник часть 4 для этого нам понадобится м4а 1 с глушителем расширенным магазином на 60 эргономика больше 47 и сумма отдач меньше 300 вес при этом не более 3 и 8 килограмм с прицельной дальностью более 800 все рынку я собрал в общем не судите строго это не самый лучший дешевый вариант но это рабочий вариант по крайней мере я так собрал эту м-ку я такую м-ку сдам по квесту оружейник часть 4 мы можем закрывать и забираем подходим целый пятое оружейник связан с твл очкой 10 собирается просто и можно в принципе сразу же ее тут и собрать и опыта 10 тысяч целых забрать да давай попробуем ее собрать туда нам нужно лобаева с оптическим прицелом и мультилазерным блоком сумма и отдач меньше 400 эргономикой выше 40 масса 6 7 килограмм и дальность 2000 метров проще простого оружия собирается dvl готова к сдаче здесь мы покупаем только крепление для оптики саму оптику и тактический блок все больше ничего не нужно значит оружейник часть 5 мы тоже закрываем сегодня отлично оружейник часть 6 мы не сможем снова выполнить опять застреваем здесь потому что и 11 арсас пока нигде не раздобыть еще один вопрос который меня интересует это бета в общем не сгораемый подсумок который я решил вы менять я закупил совсем что необходимо вышло это все у меня примерно 800 что ли тысяч планшет для документов я хотел купить планшет для документов у нас стоит в районе 400 тысяч все 110 тысяч у меня осталось и я снова схрон себе не расширил но ничего будем копить час деньги лыжник мне еще от временки ключик обещал вот он он моего сразу заберем и на барахолке нам нужен 303 ключ от общежития он 15000 стоит пойдет но как вы уже поняли идем на таможне выполнять квест золотые банды и от прапора у меня там квест тряхнуть кассира нужен будет двести третий ключ от общаги 5000 всего офигенски пока балабонил пока туда-сюда в общем у меня в верстаке сварилась две печатные платы и мы еще один квест сейчас закроем берем еще один dvd привод и за 30 минут с небольшим мы еще сварим две платы можем закрыть садоводство часть 2 одну плату передаем а одна остается на следующий квест садоводство часть 3 найти склад конфиската на таможне найти груз с видеокартами опачки я как раз на таможне намылился вредная привычка вот он этот квест с сигаретами но по этому квесту я так и не нашел еще лаки страйк сишки еще две пачки мне нужно будет притаранить и только тогда я смогу закрыть этот квест стрим новый квест который я еще не видел найти подпольную видеостудию на маяке это вот про этот ключ да вы говорили в комментариях что я хороший ключ квестовый нашел ключ от офиса таможня у меня тоже имеется так что погнали на таможку идем значит за чувака на таможню в 18 время мне подходит и страховать можно уж это все принципе больше ничего не надо цели на рейд это общежитие трехэтажное там мне надо будет пошуршать нормально так 203 303 а потом вернуться на трейлерный парк там заложить еще в офис таможни желательно заглянуть и забрать посылку для механика вот когда через всю карту да ладно тарков мы это зафиксируем придется мне входить в общежитие занятое уже кем-то скорее всего так что больших планов на рейд я бы не строил 203 303 мне по хорошему с той стороны подойти до в общагу это было бы хорошо так не честно у меня спам для похода в общежитии на ранних таймингах был просто отвратительный я пришел уже в занятую трешку и поэтому неудивительно что меня встретили просто из окна давай чё-нибудь попробуем садар чека состряпать может быть тут получится как-нибудь что-нибудь туда-сюда его тут цевьё поменял глушитель ствол покороче и в общем теперь более-менее оружие получается давай пойдем вечернее время в 20 может быть не так густо народу будет и мне поспокойней бы рейд по-хорошему а то мне туда-сюда надо будет мотаться по локации возможно что 20 часов как раз подходящее будет время ооо вот это уже симпатично конечно это ближайший спаун судя по всему в трехэтажке но прикол в том что мне надо будет потом возвращаться на таркон если здесь вдруг выживу совершенно случайно двести третье триста третье здесь лучший просто спаун для входа в первую я однозначно буду первым там из чвк по крайней мере но потом придется мне возвращаться назад на таможню на таркон потом назад бежать опять через всю локацию чтобы выйти так двести четыре вот она двести третье вот он чемодан вот ключ этот иметь с собой только если ради этой сумки и все не знаю такое себе кажется гляну еще пару курток на наличие колючек of понял и триста третья вот она так вот они часы его и зажигалка тоже ключ этот имеет смысл таскать только ради одного ящика но не знаю такое си развлечение так теперь в сторону трейлерного парка в общем есть берцы на стройке пойдет нас это устраивает ой это про меня что ли рядом с умной пули свистят так вот вот все Это хороший знак Мне это нравится, потому что Потому что, скорее всего, с этой стороны Чувака перебежали в сторону Большой локации, основной территории Так что здесь должно быть спокойно По крайней мере, я на это очень рассчитываю Мне нужен спокойный рейд Мимо картотек не проходим Ключ карту от лаборатории никто не отменял Спаун в картотеках, да? Дикие ходят Тоже хороший знак, мне это нравится Пошли тогда в Тарконзе, занырнем Вон слева слышно, да? Я не убил его Ну и ладно Бог судья тебе Что-то какие-то предвуды Я таких не встречал раньше Что-то новенькое подвозят Подвозят Батл стоит Открыть ключом Никого здесь не было Офигенски Добрый вечер Бам, сто четвертая Ну он у меня есть, но ничего страшного Так, посылка Есть Пару ячеек свободно Евро Сюда их Фонарик выключу, чтобы без палева Лутаться профессионально, чтобы в потемках Водяга Дивидюй привод Я понял Так, ну что Мне теперь в эту сторону надо Глянем здесь Пару злачных местечек Хрен с тобой Заберем Хотя она стоит Ничего, по-моему Саком заберем Все, рисковать больше не могу Рисковать больше не хочу Блин, вот вы неудобно сейчас идете в эту сторону Тут гасанутся что ли пока А, тут Уже проскочили пацанчики Ну, картотеки не лутали, видимо Вот что такое Раптор Плюс 3 эргономики Пойдет Куртки вскрыты Куда дикие пошли, а? Вот эта временка нас интересует В ней я буду эту Зажигалку закладывать Прям вот так вот сидя Готово Ну, один квест мы уже точно закрываем Еще хочу временку здесь с ключами тоже поглядеть Тут, кажется, ключ какой-то должен Появляться время от времени Но на сегодня, говорит О, вскрыто видал? Кто-то тоже имеет этот ключик Знает, где вкусняшки А вот теперь мне нужно идти на выход И я даже не знаю, куда пойти мне На старую заправку Можно попробовать на старую заправку Как вариант Насколько это опасно Это очень опасно Потому что там через базу решал И чесать Ну, давай будем целиться на старую заправку Посмотрим Получится? Получится? Нет? Хрен с ним Ну, давай Так, базу решало, случайно не активировали? Нет, не активировали. Вот я сейчас иду вообще неправильно. Меня в легкую могут щелкнуть тут. Ну и через саму базу я бы тоже. Не пошел, будь я нормальным. Я ненормальный. О, общак дергануть можно. Ничего серьезного. О, общак дергануть. О, общак дергануть. Блин, а я бы хотел забрать эту штуковину-то. И я, пожалуй, заберу ее. Вот так вот. Вот так вот. 308 можно, если что, лишиться его. Ладно, больше я лутать тут не хочу ничего. Я хочу попробовать выйти отсюда. Попробуем это сделать через старую заправу. Как и планировал изначально. Вроде звучит как план, но по-моему заправка сама не работает как выход. Блин, заправка не работает. Блин, заправка не работает или работает? А, работает, просто дым. Не светится? А дикие газуют, по-моему. Или кто-то там топал, в общем. Серьезно, а втальмоскоп еще один? Это, по-моему, дикие газуют там. Соль и сахар. Хе-хе-хе. Все те спасы и проправы. Эт ты че за хрень? Эй, че за фриз? Тарков, я чуть не обделался, ей-богу. Он меня не видит в темноте. Вон он! Гнида! Так. Ещё один где-то есть. нафиг идите просто даже лутать не буду вас слишком велика цена раз я выхожу у хорош хорош нормально 19 с небольшим чтоб меня минут вот время выбрал я просто идеальная не так густо по чвк адекватно можно хотя бы поделать свои квесты до минуя какие-то места горячие где там перед стрелки или что-то в тандуке но сегодня квестов будет большой большой список целая простыня получится еще 2 платы сварились пока я лазил по таможне и это значит мы еще один квест закроем поехали золотые понты забрали зажигалку заложили во времянке и да даже выходить не обязательно было этот квест позади дает квест реагент часть 1 бомж с полихима это параллельный квест у прапора будет мне необходимо по реагенту найти информацию о прошлой жизни замначальника на таможне найти предметы которые могут помочь исследованию это похоже что ключ 220 он у меня без галочки и по-моему он мне выдаст после выполнения этого квеста этот самый ключ так что пока сдавать не буду ну наконец-то друг запада часть 1 у меня есть жетоны юсековские жетоны все-таки нужны в чем не голову морочили в комментариях писали что раз ты юсек тебе нужны будут жетоны биров ничего подобного тебе надо 7 жетонов юсеков принести передаем значится жетоны и надо будет убить семерых юсеков вот теперь я могу смело ходить на завод и делать там свои квесты с болтов кисетей в общем для егере работенку выполнять тряхнуть кассира тоже квест для прапора закрываем нам нужно было из 203 комнаты чемодан вынести с общежитий каратель часть первая подъехала убить диких на берегу используя автоматы серии акм а я как раз сегодня акм чик свой который был и профукал но ничего вот он бомж с полихима убить диких на таможне 25 дикарей надо будет подстрелить закрываем квест сигнал часть 2 для механика доварил необходимое количество платы и без проблем закрываем и этот квест сегодня сигнал часть 3 по этому квесту мне нужно будет подавители сигналов установить на антеннах которые находятся на крыше западки на антеннах которые находятся на метеостанции и рядом с метеостанцией там есть базовая станция сотовая вышка там тоже на эту антенну она будет призабачить этот подавитель и квест скалт механик дает с нахождением 1 2 и 3 выходов с завода садоводство часть 3 закрываем для механика нашли груз с видеокартами вынесли с локации таможня значит закрываем я этот квест тоже садоводство часть 4 поэтому квесту мне необходимо передать три видеокарты одна имеется сразу передаем процессорные кулеры 8 штук 6 из 8 имеем стрелок от бога квест подвозит теперь он немножко поменялся добавили расстояние теперь 125 метров нужно убивать в голову убивать чвк и на 5 теперь локации лес резерв берег таможня и маяк тайны корпоратов квест найти данные о работе насосов на локации маяк и найти отчеты о работе станции на локации маяк столько квестов переделал что я достиг 20 уровня персонажей у меня открылся второй уровень лояльности с механиком егерь выдает квест визит вежливости нам нужно найти дом председателя найти дом рыбака и дом священника на берегу мутное дело квест еще три флешки нужно будет с галками рожать отшельник это на маяк найти убежище друга егеря на локации маяк на этом у меня все ни много ни мало по моим подсчетам 9 квестов я сегодня закрыл всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился благодарю за вашу поддержку пальцы вверх и комментарии всем приятной игры отличного настроения увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания